Приветствую вас. Я буду помнить, что есть, конечно, такая гипотетическая вероятность, что ваш муж просто набивает себе цену. Есть такая гипотетическая вероятность, что ваш муж просто хочет показать, что у него все в порядке, что он не нуждается в вас и так далее. Вот. Но, на мой взгляд, вероятность этого очень мала, потому что вы сами пишете о том, что, ну, что уже довольно давно, значит, живете одна, я имею ввиду со своей матерью. А это значит, что мужчине без вас, ну, как минимум, нормально. То есть, может быть, он и хочет набить себе цену, может быть, он и хочет как-то показать вам, что ему хорошо без вас. Вот. Но, тем не менее, то, что он без вас адаптировался, это точно. Другой момент, что он к вам приставал и пытался отнять. Вот здесь, конечно, довольно интересный аспект. То есть, может быть, может быть, может быть, что мужчина настолько вас не ценит, настолько вас не уважает, что считает, что вы можете переспать с ним, ну, просто потому что он так захотел. Вот. Я, конечно, в этом не уверен, но мне кажется, что подобная ситуация вполне возможна. Конечно, вам об этом лучше знать. Ну, самой. То есть, только вы знаете, правда это или нет. Вот. Значит, я здесь соглашусь со своим коллегой в том, что действительно нужно работать не над тем, как вы в этой ситуации оказались. То есть, например, по какой причине вы нормально восприняли тот факт, что жили с мужем всего месяц. И, судя по всему, готовы его принять, если он изъявит такое желание. А почему вы согласились жить с его свекровью? То есть, ну, если у вас все было не так гладко. Вопрос вызывает и то, по какой причине мужчина вообще отвез вас, ну, к маме. Ну, значит, наверное, недавно что-то случилось. Наверное, недавно что-то произошло, если он вас отвез. Значит, был какой-то конфликт. Возможно. Были какие-то проблемы. Возможно. И, соответственно, нужно вот во всем этом как следует разобраться, чтобы вам увидеть причину этого. То есть, правильно вам коллега сказал, что не сможем разбираться. А, собственно, ну, с собой. Ведь это вы позволили мужчине так обращаться с собой. Это вы позволили себе позволили мужчине позволили мужчине спросить с собой тут только месяц, и после этого свободно приезжать к вам. ну, и ну, и это вы это вы значит позволили себе как бы жить с мамой, да? ought быть конечно то есть ну, я имея ввиду не быть самостоятельными, да, и собственно родиться в зависимости то от мамы, да? А то от муша. Да, то есть вообще откладывается такое ощущение, что вы очень зависимый человек, не самостоятельный в плане эмоций, в плане ответственности, понимаете. И если я прав, то именно с этим вам и нужно в первую очередь работать. Именно с этим вам и нужно в первую очередь разбираться, потому что это то, что определяет вашу текущую позицию, скажем так, именно это, то, что вы не самостоятельно, а значит, возможно, не можете себя правильно поставить, не можете себя презентовать ну, мужчине, своему мужу, да, и, соответственно, из-за этого у вас не получается отношения с ним вот значит давайте давайте так значит замужем 8 года я с мужем пролила только месяц после рождения ребенка он ответил меня к матери ну, смотрите здесь ситуация такая да, что что ваш муж, он явно будет с вами только из-за только из-за ребенка ну, по-видимому если вы вышли замуж вы беременны, да получается ну, а если вы вышли замуж беременны что это говорит об определенном отношении вашем к себе и к сожалению это к сожалению не позитивный аспект не позитивный момент для вас на мой взгляд то есть вы таким образом объясняли себя когда когда забеременны от мужа ну, будущего мужа или бывшего мужа вы понимаете вот то есть тут нужно опять же обыграться с вами как почему вы в этой ситуации оказались чтобы сделать какие-то выводы и больше в такую сторону попадать то есть значит смотрите какой момент сейчас вам нужно синдеприроваться на ребенке да и на себе то есть ни в коем ни в коем случае не на мужа потому что у него может быть своя жизнь у него может быть не своя жизнь но в любом случае надеяться на этого человека нельзя ну потому что он вас бросил по сути по сути дела вот кстати тот же важный момент вот осознаете ли вы что он вас бросил ну по факту вот понимаете ли вы это что он вас бросил потому что если если вы не понимаете того что он вас бросил то если вы думаете все ну как-то по-другому если вы думаете то это будет вас останавливать то есть вы будете по факту находиться в этой ситуации да и в ситуации с зависимостью по-третьему пребывать будете вот то есть вы работаете у себя вы работаете у тебя отношения к этому к тому что случилось именно отношения чтобы у вас была своя позиция чтобы вы понимали что что происходит чтобы вы понимали какое событие произошло вы понимали что произошло почему произошло и так далее а если вы запрудняетесь да ну ответ на этот вопрос то соответственно в этом случае вам нужно психологу для того чтобы разобраться вот ну и соответственно больше нужно акцентировать свое внимание да не на что это значит надо о том чего хочу я вот мне кажется это куда более важный момент на самом деле то есть чего хочу я что нужно мне и моему другу сейчас ответ я думаю так можно ответить вам на ваш вопрос я надеюсь надеюсь что помог вам если вам понравился мой ответ буду благодарен если вы сделаете его лучшим а я желаю вам всего самого доброго и удачи